Перед началом видео напоминаю про Телеграм, где я со всеми общаюсь, делюсь новостями и предупреждаю о стримах, где мы смотрим всякую разную, включая то, что предлагаете вы. Котофей! Оооо! Котофея заеб***шили! А теперь взгляните на этих чертяк бустеров! Спасибо им за поддержку! Люблю их! Ну что ж, приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами, как всегда, Кин, и не так давно мы вкусили провальной олдовой супергеройки. Жалкое зрелище! Настало время вкусить провальной современной антигеройки. Помню первых хеллбоев Дель Тора. Какие же они были классные, атмосферные, проработанные. Драма с супергеройским эпиком. А потом вышел Хеллбой 2019. Тогда меня уволили с работы, бросила девушка, друзья от меня отвернулись, даже родители от меня отказались, а кошка ушла к другому. Хотя потом она захотела жрать и вернулась. И всё это только потому, что я сказал, что Хеллбой 2019 года... мне понравился! Да ну нахуй! Да, хоть на нос, говорю как есть. Да, я понимаю, что атмосферы в нём кот наплакал, а глубина проработки как раз в той лужице, что кот наплакал. Но блин, он драйвовый, кровавый и тупой. А мне такое нравится. Ну а что же нам готовит новая экранизация? С бюджетом 20 миллионов долларов. И режиссёром, снявшим как удачный адреналин, так и провальный второй адреналин. Снявший провального Джона Хекса и провального второго призрачного гонщика. А ещё и снявший геймера и хэппи. В общем, всё очень неоднозначно. А хотя он ещё снялся, во все супергерои должны погибнуть. Так, вот чё он за чертёнка взялся. Ну а как взялся, давайте узнаем вместе. Хеллбой. Проклятие горбуна. Спасибо, что хоть не перевели как... Ищадье. 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 И мы переносимся в 1959 год, где хэлл... Хэлл... Хэлп ми. Ладно, Хеллбой, его напарница Бобби Джо и мистер Полицай. А его имя... Та... Та можете не запоминать. Тебе с нами не по дороге, грязный овцеёв! Но к этому мы ещё придём. А пока что они едут спокойненько и перевозят кое-кого. А этот кто-то... Воронковый паук. С этим существом были связаны самые разные явления. Временные, гравитационные... Вау. Только вот... Из этого ничего не покажут. Вот облом. В общем, едут они, едут, идут, а Рогог... Ну или же Шеллоп... Шерогог. Решает размяться и перекусить. Ладно. Ху** с ним. Как итог, в ходе потасовки один вагон кирам отрывается и падает где-то в лесу. Шерогог убегает, а мы можем получше разглядеть чертяку. Твою мать! Ну-ка поближе. А ну-ка ещё поближе. Так. Вопросик. Что у тебя с глазами? А если быть точнее... Какого цвета твои глаза? Если что, напомню. Каноничный цвет глаз Хеллбоя. Жёлтый. Ненавижу все эти комиксы. У них глаза не получаются. Знаете, я могу понять в силу бюджета не особо дорогой грим. Но камон, линзы! Линзы, они ж недорогие. И многоразовые. Ну а если же у актёра проблемы с линзами? Ну, мало ли. Графика. У вас и так почти весь фильм на ней построен. Неужели было сложно накидуть пару глаз? Что же касательно в целом Джека Кэсси в образе Хелла? Ну, если сделать грим подороже, красный поярче и купить б***ь линзы, то выйдет вполне себе годный чертяка. Так. Я недоволен. Как и все твои фанаты, когда появляется какой-то новый хеллбой. Ладно, вернёмся к фильму. Паучишка делётся с красным, и по итогу боя паучишка сдувается и сливается. Кому нужен туннель в ад посреди леса? Вопросов не нужно. Хелл подмечает, что на этих землях зло какое-то живёт, и он его прям жопой чует. Прямо смрад стоит. Сэр, это я пукнул. И ребятки отправляются в путь. Через игры-переходы. По итогу дуэт добирается до каких-то амишей, но вместо такой реакции на хеллбоя мы получаем такую реакцию. Это что-то красный тип из объединённых наций. Я видела его на обложке журнала Life. Хотя... Лучше б было так. Это что-то красный тип. Дерьмо-демон! Выясняется, что у амишей весьма странный подход к обустройству дома. Извините. На самом деле на мальца наложили порчу при помощи ведьмовского шарика. А сделала это некая Кора Фишер, знакомая Тома, вернувшегося в поселение. Сожгите одежду мальца, произнося имя Коры Фишер. Ага, хорошо. Если это она, это снимет порчу. Он самый умный человек во вселенной. Том узнаёт, что его мама мертва, а отец куда-то пропал. И он решает пойти к Коре. С ним хочет отправиться и Бобби. Но чертяка против. Я доставлю тебя в штаб-квартиру. Твоё место там. Сиди в библиотеке, пей кофе, читай умные книжки. Это сексизм, вы сексист? Красный всё-таки соглашается пойти, и ребятки уходят. А мы переключаемся на главу. Ведьмины шары. Да, этот фильм поделён на главы. Не знаю, хорошо это или плохо. Начинается глава с того, как какая-то ведьма рассказывает какому-то ворону, как сделать какой-то ведьмин шар. Они хотят знать, как сделать ведьмин шар. Расскажу. Берём сначала укропу, потом кошачью жопу. 25 картошек, 17 мундавошек, ведро воды и х** дуды, охапку дров и чихи готов. Вся эта сцена длится примерно полторы минуты. И знаете, зачем она нужна? Быть может, в конце фильма Хэллу понадобится вспомнить рецепт шарика или ещё что-то в этом духе. Нет! Это просто рецепт, который если вырезать из фильма, то в нём ничего не изменится. Но в травы был сомневаться. Вернёмся к нашей фантастической тройке, которой идут к Кори, и по дороге Хэлл рассказывает, что его нашли в церкви, и то, что он не дьявол. А, да, я видел этого засранца. На тебя он не похож. Также Тон говорит, что когда Таня с Корой встречались, и зайдя в её дом, компашка находит трупы животных, ведьмины шары и её фамильяра. А сама Кура оказывается той ещё шкурой. И как это понимать? Да, х** его знает. Ладно, если вкратце, то ведьмы, по лору фильма, умеют сбрасывать кожу и идти гулять. После ребятки чаёвничают в ожидании, и узнаётся кое-что о Хэллбое. Моя мать была ведьмой. Ух ты, каждый день узнаём что-то новое. Честно, я не знаю, канон это или нет, но как минимум это интересно. Прошлые фильмы акцентировали внимание на отцах, а вот мать, если я не ошибаюсь, они не упоминали. Так что можно сказать? Оригинально. Красный говорит, что ни разу не видел маму. Да и не горит желанием. Я бы с радостью забыл всё, что знаю. О ведьмах. Так. Ты и так забыл. И как это понимать? Том рассказывает про то, как встретился с дьяволом. Но заходит издалека. Мол, так и так, познакомился с ведьмой Эфи, та сказала, что он может стать ведьмаком. И Том начал подготовку. Нашёл дохлую чёрную кошку, выварил её до костей для того, чтобы... Косточка, которая будет у меня в руке, когда появится дьявол, станет моей счастливой косточкой. Да не бзди. Ты-то белая. Но Бобби Джо подмечает. Сколько условностей. Да и эту фразу можно в подзаголовок фильма вынести. Тут столько всего разжёвывают. А вот разжевать историю самой Бобби Джоа не хотят. Хеллбой. Сколько условностей. Короче, перемыл Том кошки кости и пришёл к нему мистер Ансельм. Он же Горбун. Он же посланник дьявола. Он же, да или хера знает вообще сам дьявол. Горбун. Нет. Это Оптимус Прайм. По легенде, Горбуша во времена Гражданской войны работал по схеме и вашим и нашим. За что местные подарили ему вечный галстук. Но Горбушка вернулся и стал собирать души, беря при этом себе один медяк. Ну или же одну монету. Сколько условностей. Само собой, увидев предпринимателя, Том дал дёру. Ран! Ран! Вася, ран! Ран! Вася, ран! Он ещё и от косточки попытался избавиться, но безуспешно, по итогу добежав до войны, в которой, к слову, благодаря этой самой косточке он вообще не пострадал. Вот скажи мне, американец, в чём сила? В ней сила. Также Том говорит, что злато он никому не желал и костью не пользовался. Как по-твоему, я ведь не ведьмак? Нет. Тут в дом пробирается ракета и решает овладеть бесхозной шкурой. Ну и гадость. А по-моему смешно, но ведь смешно, правда? Кора надувается, Бобби Джо плохеет, но ей всяко лучше, чем Коре. И обратившись до конца, Том пытается узнать, на кой ляд она стала ведьмой. Когда ты сбежал отсюда, я не знала, что мне делать. Взяла тряпку, моешь пол, блядь. Взяла, начистила картошки, приготовила, соседей угости. И пока Кора распыляется о том, что её душу хотят забрать, кто-то заскакивает на огонёк, а фамильяр, наоборот, сваливает. Никого я тут не вижу. Я не вижу. Ну а гость, а точнее гостья, та самая ведьма Эфи, да ещё и на коне. Да ещё и, похоже, не в лучшие дни мести для женщин. А это ещё кто? Я пришла не за тобой. А что у нас с актёрской игрой? Хотя ладно, всё же актриса классная. Ты мне тоже нравишься, симпатяшка. Ой, да а ну тебя. Да ты брось. А, ты, наверное, халбою. Ну и ладно. Происходит обмен любезностями с упоминанием Коры. Не смей произносить её имя, старая шлюха. А ты хуй в пальто. Эфи говорит, что Мусье Горбунец жаждет встречи с Томом. И то, что на самом деле под сброей не конь вороной, а батька Тома родной. И ведьма улетает. Нихрена себе. Я бы с радостью забыл всё, что знаю. О ведьмах. Хелл, нельзя забыть то, чего и так не знал. Батька Тома обращается обратно. Да, ещё Красный пришлёпывает фамильяра. Оставшуюся ночь все на расслабоне, чертяка покуривает и ловит галюны, а мы переключаемся на следующую главу. На следующий день Том несёт батьку на похороны. Хеллбой занимается лёгким самобичеванием, а Бобби Джо замечает местных жителей. Дружелюбные здесь люди. На кладбище и то веселее. Бобби Джо говорит, что и сама пробовала колдовать. Но всё-таки расспрашивает у Коры, а как это делать получше? Я продала свою смертную душу дьяволу. Надо, чтобы шло от сердца во время заклинания. Я думаю о самых грустных вещах. Сколько условностей. Идут они дальше, упоминают кучу туннелей под городом. И тут Кора съебывает. А съебывает она для того, чтобы сделать отсылку на Маугли. Мы сейчас как раз охотимся. Пойдём с нами-ка? Одному из нас не мешала бы победа. Да, это не женщина. Это зоопарк. То в неё енот заползёт, то из неё змея выползет. В общем, не знаю кто как, а я теперь жду появления из неё медведя и тигра. Гад ползучий, понимая, что снаружи не лучше, заползает обратно. Потом выползает, делает Кори кусь и Хеллбою кусь. Но последний его лопает, а сам отправляется повидаться с роднёй. Где-то в... нигде. Это твоя мама, не так ли? Ну-ка, за встречу. Уже мёртвая кора рассказывает, что маман Хелла за свои грехи тут страдальчески страдает. И тут к ней прилетает... он. Вау. Ни хрена себе пташка. Это дьявол! По сути, Хелл наблюдал за процессом своего зачатия. Ну и чертяка пробуждается, причём не самостоятельно. Он тебя вернул. Чёрная магия. Колдун хренов. А так как про кору все забыли, то она и травушкой поросла, и в земельку всосалась. А Том осознаёт, что впервые использовал кость. Если до этого не был ведьмаком, то теперь им встал. Ведьмак, Цири и Весемир добираются до церквушки с кладбищем, на котором они и хотят хоронить батьку ведьмака. Слово, церквушка заведует весьма колоритный слепой проповедник, который ещё и призраков видит. И он как раз видит сгинувшую кору. Может, дьявол и получил её тело, но не душу. Да ну. Я продала свою смертную душу дьяволу. Бобби Джо замечает, что на вечеринку потихоньку подтягивается народ. Но ведьмак рассказывает, что они хотят подняться в гости к горбушке. Проповедник идею не одобряет. Но ведьмаку уже пофиг. И за сделки он просто хочет горбушке сдаться. И вот эту идею уже не одобряет красный. Слушай, может найдётся лазейка? Я здесь, чтобы договориться. Да это уж хрен нас два. Господи, шо ж ты за проповедник-то такой? Проповедник предлагает заночевать в церкви, так как близится ночь, а ночью горбушка сильнее. К слову, он сам решает, когда наступить ночи. Мы живём по его часам здесь в Харрикейне. Тогда почему горбун не сделает вечную ночь, чтобы всегда быть сильным? Не знаю. Тем временем тусовочка пополняется. Бобби тренируется колдовать, ведьмак сидит на окне, а проповедник заливается молитвой. Но красный не особо верит в силу слов. Мне просто нравится иметь при себе комично большой ствол. Большие пушки? Да разве это пушки? Вот пушка. Бобби Джо уточняет, есть ли под церковью шахты, и получает утвердительный ответ. А на пополневшую тусовку заглядывает Эфи и начинает усердно любить мозг ведьмаку. И долюбливает до того, что он к ней выходит. Нихера ты её озадачил. Ладно, на самом деле её озадачил приход сколиозного пати Миднайт Дэнсера. Нам таких не надо! Диско-суперстар! Пи***ц, уродливый засранец, я чуть не обосрался. Горбуша заливает старую песню любой бабайки. Отдай душу и косточку, и труханы сымай. Пригодятся. И Том почти соглашается в обмен на безопасность друзей. Но тут приходит красный и такой. Мне не нравится эта сделка. Ты так этого жаждешь, что мне хочется всё сделать наоборот. Я чуть не усрался от твоей крутизны. Начинается обмен любезностями, и Горбуша предлагает сделку. Свободу маме красного в обмен на жизнь ведьмака. Но зря он это сделал, потому что Хелл, как настоящий ровный пацан, за маму и двор стреляет в упор. Ты что сказал про мою маму? По итогу Хеллбоя атакуют мухи Аки в деревенском сортире, а Горбуша решает приготовить шашлык из красного мяса. Он умрёт! Он точно умрёт! Что за разговор? Потом из красного достают длинные и упруги. Ведьмочка любит мозг ведьмаку, а Горбуша предлагает проповеднику омолодить его и даже вернуть зеренье в обмен на того самого ведьмака. Но батюшка не преклонен. Я принимаю свои годы и свои тяготы. Почему? Уже во втором обзоре мне попадается странный мужик, издающий странные звуки. Не знаю, давайте тогда лучше так. Я принимаю свои годы и свои тяготы. А Горбуша-то подмечает, что на церковном кладбище захоронено много грешников. Как много грешников? И первой бандеролькой он отправляет в церковь какую-то блудницу, которая начинает катать к проповеднику. Поцелуйте меня, пастор. Поцелуй это. Ну как, круто было? Ага, довольно круто. На этом Горбуша не останавливается и засылает ещё посылочек из грешников. Прям как уточки в тире. Горбушка вообще не тормозит и начинает прям откровенно спамить грешниками, включая ожившего батька ведьмака. Их долбить надо этих му**ов. Так, я не понял. Во-первых, там не настолько большое кладбище. А во-вторых, на нём чё? Одних грешников хоронили? Ммм, может именно про это место пел король и шут. Это место люди не любили. Потому что здесь гадов хоронили. Все они вот купили проклятыми были. А как тогда туда проходил отбор? Эй, слышь! У нас тут каннибал-детаед! Куда ложить? Ой, слушайте, как замечательно. Вон там, между могилками есть место, там его и ложите. А, преподобный, преподобный, моя мама работала в больнице и всегда старалась помогать людям. И чё ты от меня хочешь? Неси её нахуй отсюда. Чё здесь, по-твоему, богадельна, что ли? В общем, красный разматывает дохляков, ведьмак пи***ет папку лопатой, а проповедник заряжает чудо-костяшку чудо-энергии. Пусть рисует, Том Феррелл! И этой чудо-лопатой Хэл упокоивает дохляков. Здорово. Ну, тут как бы без этого никак. Лопата! Да, я с***ил чужую вставку. И... И ничего, смотрим дальше. Красный, конечно, пытается и горбушу отпи***ть чудо-лопатой, но из этого ничего не выходит. Хэлл с ведьмаком решает отправиться к горбушке домой. Ну, а Бобби Джо должна остаться с проповедником. Переключаемся на следующую главу. Ураган. Красный с ведьмаком топают горбушки, по дороге обсуждая местную флору и фауну. Ну, а Джо предполагает, что если повредить подземные туннели, то горбушке, черпающим из них силу, это может навредить. И сделать она это хочет каким-то заклятием. Детка, да у тебя крыша поехала. Зачем вы грубите? Дуэт добирается до дома. Не знал, что он существует. Думал, это все роскоязни, чтобы деток припугнуть. Идеальное место для западней. Конечно, они в него заходят. Женская рука бы не помешала. Нет. Сами разбирайтесь. Возвращаемся к Бобби Джо. Дальше сюжетные линии Красного и Джо будут постоянно скакать и меняться между собой. Так что, если вы не против, то давайте сначала посмотрим сюжетку Джо. Ну, возражений я не слышу. Погнали. Проповедник показывает Бобби Джо туннель в проклятый старый дом. Там внизу темно. Темно, как у дьявола в заднице. Нет. Они спускаются, шарапися, и проповедник открывает Бобби Джо глаза на то, что красный, вот это да, к ней неравнодушен. И кто-то выпускает пташек. Бобби Джо удается скрыться, а вот батюшка идет на корм. Бобби Джо продолжает путь и натыкается на старого знакомого Широгока. Происходит небольшое раскрытие персонажа через ее воспоминания. А именно выясняется, что ее дедушка умер в больнице. Да, вот так вот. Его не убили монстры, он не умер при загадочных обстоятельствах, просто тихонько, мирненько отошел в больничке. После Джо вспоминает Властелин колец. Давай, сразимся! Паучишка опять усыхает и Бобби Джо его пакует. После в поисках выхода она находит не отца, не сына, но святого духа. Ну а теперь отматываем назад и возвращаемся к красному. Перемотка назад. Хелл с ведьмаком шарапится по дому, находит всякую хрень и тут красный кое-что слышит. Че за сволочь надрывает глотку? Ищет Хеллбой, значит, Бэбика, а находит че похавать. А еще горбушка притворяется ведьмаком. Затем они вообще теряют друг друга и красный решает отпи***ть эту подлую осень. Закончив пи***ть осень, красный открывает не ту дверь и перемещается вновь в никуда, где видит горячую маман. А в это время ведьмака прессует Эфи, но он вспоминает про свою волшебную косточку. Тем временем, красный обменивается парой ласковых с маман и та просит ее добить. Но тут случается откровение. Ты был прав, что ненавидел меня. Я ненавидел себя! Этого монстра, созданного тобой! Душа из ниволити! Маман продолжает настаивать на ликвидации. Но все это оказывается не более чем галюном. Возможно, наверное. Красный очухивается и встречается с ведьмаком. Настоящим. А затем и с горбушей. Тоже настоящим. Который начинает мотылять красного как его душе угодно. Карусель, карусель это радость для нас. Ты как себя чувствуешь? Видок у тебя ху**енький. Горбуш, ты это в следующий раз чуть полегче. А то у него остатки грима разлетятся. Помяни горбушу и вот как раз он пришел, обблевал халамухами и уже было собирался отправить его в водилово адское. Но в нужный момент появился ведьмак. Я кое-что принес. Это просто настоящее чудо! Сожрав такое, горбушку скручивает не с варенья и красный решает облегчить его страдания. Хватит с тебя. Хеллбой виноват. Ну а Геральт на минималках возвращает свою душу монету. Уходим отсюда нахер. И они уходят. Находят по дороге постаревшую Эфи, запрягают ее и делают профессиональным квадробером. Осторожно, я ведьма. Но в церквушке они находят Джо и из нее делают квадроберы. Ладно, шучу. Выясняется, что у нее открылся дар. Я вижу мертвецов. Ведьмак куда-то откалывается, а Джо с красным находят мобилку и отлетают. Так мило. Вы такие няшки. Обожаю. И на этом фильм завершается. Наконец-то, блядь. И знаете что? Я немного озадачен, потому что черт оказался не так страшен, как его молевали. Да, конечно, безусловно, есть вопросики по странным ни на что не влияющим вбросам и на отсутствие денег на блядьские линзы. Но если взглянуть в целом, то все не шикарно, но и не ужасно. Но касательно нераскрытия некоторых персонажей нужно понимать одно. Это экранизация отдельно взятого, вырванного из контекста комикса. К примеру, если будете смотреть мультэкранизацию Росомаха против Халка, то вам не будут разжевывать, кто это такие. Идет расчет на то, что вы и так это знаете. Но если не знаете, то идите и узнавайте. По сути, Хеллбой Проклятие Горбуна как серия сериала. Причем не первая. Вообще, что фильм, что режиссера. Вот сейчас будет неожиданно. Можно даже похвалить. За то, что у нас тут нет очередного конца света и Хеллбоя адского короля. Опять, опять, опять. Режиссер, судя по всему, понимал свой бюджет и расходовал его с умом. Хоть ума и не хватило на блядские линзы. Ну и, пожалуй, главная претензия к фильму, или даже скорее вопрос, а он вообще нужен был? Лично мне кажется, скорее нет, чем да. Хотя сугубо в формате эксперимента по омрачнению Хеллбоя возможно. Но я все же думаю, что можно было за 20 лямов снять какой-нибудь неплохой лесной авторский ужастик. Ну а что думаете вы? Те, кто еще не отписался от меня после всех заявлений. Как вам данный фильм и какой Хелл ваш любимый? Пишите в комментариях. И не забывайте заглянуть в ТГшку. Ну и, конечно же, если вы досмотрели до этого момента, всем большущее спасибо за просмотр. И, как обычно, я пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии. Пока! Здесь не видно будет, скорее всего, вот эту часть тела. Все. Нет, давай еще раз. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok